всем привет кто меня смотрит и кому это будет интересно у меня очередное поражение вирусом орхидейным саркохиллосным колбасила колбасила меня несколько дней залезла я в интернет как увидела опять эти цветущие сарки австралийские в австралии и в общем заказала я так что знаете кого поразил тоже этот вирус заболеть им можно не один раз покупать и покупать можно еще и еще но их нельзя не купить в общем у нас очень большой выбор в бельгийской теплицы аккорны и я заказала там эти орхидеи вот на коробочке прям наклеечка что там орхидеи написано коробка довольно большая приехала и я заказывала с утеплителем то есть там за дополнительную плату три с чем-то евро можно заказать грелочку и теплую дырочки вот самой низу коробки для вентиляции ну а это с красным отверстие наверно что-то дороге произошло и посылка ко мне ехала очень быстро всего за три дня в понедельник ее выслали хотя заказ я сделала за неделю раньше через неделю мне их выслали и понедельник и в среду я уже получила выбирала по такому принципу каких у меня может не получиться цветов а их такое разнообразие сумасшедшие их хочется и хочется то есть они такие веселенькие такие классные и я сейчас эту коробку открою чтобы не открывать и их прилюдно без этого шума но наверно покажу как упаковано потому что все таки еще у нас холодной температуры особенно ночные а у них там они в теплице как бы готовятся к цветению и наверное не сильно сухие влажные как как они могли доехать влажными посмотрим а может быть и не влажные может быть их и просушили потому что действительно посылку мне выслали после того как я их заказала аж через неделю но я думаю что будет все хорошо сейчас быстренько обзорчик как они доехали в какой упаковке как за них позаботились забота и орхидеях и о клиентах тоже ну и потом обзор какие же орхидеи я заказала вот при открытии куча этого материала упаковочного но это как бы недостающие воздушное пространство коробки не телепали сейчас у нас уже в европе пластик как бы запрещено как бы бережное отношение к экологии и переходит на упаковку из бумаги ну и вот и сами орхидеи совсем даже забыла что я заказала держатели для горшков подвесных ампельных ну и сами орхидеи вот упакованы отдельно и на самом дне лежит это даже еще и теплый хорошо теплый то есть сама упаковка это рассчитано на 72 часа ну вот так вот за три дня как раз она еще тепло и доехала и дырки наверное сделали внизу коробки для вентиляции чтобы они не запрели вот они мои желанные 3 сверточка маловато конечно три у меня сейчас и места мало и я сейчас уже подхожу с таким принципом мне нужна расцветка окрас цветов такой чтобы у меня уже не было и вызывало меня сильные эмоции и вот когда я раскрыла уже бумажную упаковку эти кулечки то они еще там замотаны врезанную бумагу как бы тоже утепляющий материал и листочки сохраняет целыми и я там надеюсь все таки цветоносы ну вот они и зрительно я уже не вижу никаких цветоносов а одна девочка из нашей группы в вайбере тоже получила в один день со мной у нее с такими длинничьими цветоносами я-то думала что сейчас закажу они уже тому то ли цветут то ли начинают хотя бы будет видно тот ли цвет который я хотела не хочется повторения или не сильно похожих а их такое разнообразие я для себя сделала выборку некоторых расцветок посмотрите вы и какие вы выбрали пять штук из них они все будут под номерами вот номер один ну прям такой морковный сочный цвет этот я очень сильно хочу именно такой вот цвет или даже сплошного такого окраса прям такой яркий с беленьким а это белый но вот я хочу тоже чисто чисто белый какой нежные цветочки такие красивые глазки в серединке а этот номер три как мандаринчик прям уж не верится что действительно такой может быть четкость не сильно видно потому что я делала скриншоты и увеличивала фото из того что я находила какие бы я хотела чисто желтый у меня есть желтый но вот не такой желтый а так хочется именно вот такой прям цитрон прямо не мандаринчик лимончик лимончиковый красный то тут лепестки совсем другие они как бы друг от друга странно расстояние какой-то рисунок создают это же такой и не морковный и не красный может быть это на фото так вот очень красивые и прям серединка такая желтенькая так здорово она смотрится вот такой бы тоже и очень хотела прям такой вельветовый кажется вообще полянки цветущих сарков и тонично разнообразие этих окрасов а вот этот какой красивый прям такой пастельный тон и я вообще люблю такие цвета он как бы такой персиковый нежно-персиковый наверное вообще-то на вкус и цвет конечно товарищей нет это наверное одно и то же просто разные фото ну вот под номер семье их поставила но такой очень хочу на вкус и цвет товарищи нет не договорила но у сарков такое разнообразие что можно подобрать на любой вкус а вот какой красивый если присмотреться то на лепестках есть такие беленькие черточки а вот красота какая вот такое однозначно хочу желтый с красной серединкой да еще с какой мордой веселой в центре вот еще вот как бы тоже красный в таких тонах но тут совсем по-другому расположен белый цвет и красный более сочный такой тоже очень хочу и вот этот вот этот цвет меня вообще сразил вот это краска желтая с красным таким ярким где бы такие еще найти или у кого уже такие есть напишите в комментариях название чтобы искать именно такой и какие пять штук вы тоже выбрали а я напишу в первом комментарии какие я выбрала а теперь надо рассмотреть какие же ко мне приехали новые сарки их у меня теперь 11 и всего двое из других питомников а 9 и эти тоже из питомника борита или теплица борита который находится в австралии там огромная теплица которая занимается разведением именно высевает разные гибриды делать сарков цимбидиум котлеи тоже есть на сарков у них огромное количество и у них есть свой сайт и фейсбуке и даже видео я их находила от которых просто голову кружит и название вот этих всех как фамилия сарков кулнура происходит от населенного пункта где находится эта теплица так и называется кулнура в новом южном уэльсе в австралии и вот эти мои тоже оттуда и вот этот желтенький на которых я ставила ставки держала кулачки наделся тоже растил желтеньким он приехал ко мне два года до цветения а вот этот первый самый который мы рассматриваем покупала их все как возраста цветения ну по-моему у них еще и цветоносов не было наверно на следующий год расцветут но все хорошенькие кустики и сухие наверно все таки ту неделю которую я ждала их подсушивали вот так он называется должен быть очень красивым и фото прям сайта теплицы 2 сарка гибрид который сейчас я купила должен быть красным я очень хочу красный но на следующий год наверное тогда зацветет потому что я свой желтенький маленький совсем малюсеньким покупала а эти уже такие вот довольно взрослые такие уже могут свести не знаю почему у них они не цветут или почему мне прислали не цветущие 2 я очень хотела белый очень хотела белый и на сайте и выбирала я белый называется вот так вот фейди и видела у ларисы в новой зеландии ой какой там красивый у нее тоже белый я не помню как он у него называется но в общем по типу такого белоснежного цветка но не совсем белоснежного выбирала я вот такой вот тоже гибрид все фото которые я вставляю как образцы цветения родителей только и не очень четкие потому что тоже скриншот делала и увеличивала надеюсь что тоже будет белый но этот кустик такой жирненький самый жирненький самый мощный у него довольно много розеточек такой прям аж глянцевый я их полила они были очень сухие я полила но не выдержала моя душа их наверное мне так показалось что их там подсушивали а потом еще ко мне приехали они пить любят вот прям такой хорошая зелень все очень хорошо доехали такие все чистенькие аккуратненькие у всех много корней единственное что эти горшочки которых они приехали они очень мягкий пластик такой их нужно будут пересаживать потом попозже моя хейди белоснежные ну надеюсь что тоже так расцветет и вот этот самый маленький хотя он мог бы уже и зацвести хотя мы желтый которая покупала в прошлом году был меньше позапрошлом году два года назад было много меньше вот этот опус вот такой образец цветения родителей но надеюсь что в таких тонах тоже будет очень очень хочется такой цвет персиковый тут и розеточек тоже меньше 2 или 3 в общем я розетки не считала самое главное вот сразу первый взгляд растения в хорошем состоянии все чистенькие здоровенькие даже с блеском листьев приехали опус кулура опус вот такой родители но это самый маленький из них но я думаю на следующий год зацветет моя желтуха и и сейчас поставлю сюда покажу желтуха так и называю его или желточек он был совсем у него пусеньки намного меньше чем вот этот вот приехал и просто была одиночная розеточка а сейчас у него тоже там и дети свои появилась и появились и первое цветение вот какое наводится плохо но хочу очень желтый в общем я в первом комментарии вставлю мой комментарий какие пять штук я выбрала а вы напишите какие бы вы выбрали пять штук и какие у вас еще есть может быть у меня таких тоже нет и какие окрасы цветы и у нас в можно в группе там вайбере показать какие у вас есть написать их название а кто уже заболел тоже этим вирусом будет еще хотеть у кого таких нет в общем их иметь можно огромное количество но не надо сильно обольщаться что они маленькие аккуратненькие компактники это пока если их не трогать и не делить а если они разрастаются большие тоже куртины они да не сильно высокие но куртины довольно такие широкие становятся большие и много-много свисающих цветоносов это зрелище ну и если к ним вот присмотреться то ширина листа у всех очень разная вот с какими листочками более узкие посередине такие средние а вот этот первый какие широкие массивные листья у них наверное у них разное требование освещение это я так подозреваю судя по тому какие гибриды литофиты или не литофиты где растут в общем надо с ними еще будет разбираться но все остальные которые я раньше покупала у меня цветут надеюсь эти за цветут тоже ну и покупать буду еще тоже как я уже сказала это такая болезнь это такой вирус что им заразиться можно не один раз а на этом все как всегда всем хорошего настроения удачи всегда вести пока пока